Приветствую вас, я посмотрел ваш следующий вопрос, который вы задавали, он был задан в разделе эзотерики и там вы спрашивали о том, когда вы можете забеременеть, вот, в разделе психология вы задали тоже такой очень короткий вопрос, краткий вопрос задали его, вот, и, наверное, по тому же принципу, что и в разделе эзотерики, вот. Значит, сказать я вам хочу на это примерно следующее, значит, психология не работает вот так. Чтобы ответить на ваш вопрос, нам нужно, как бы это сказать, нам нужно больше информации о вас, нам нужно понимать, с чем мы имеем дело, нам нужно знать больше о вас, нам нужен материал для анализа, соответствующее дело. Вот. Это первое. Второе. Чтобы найти себя и свое дело, нужно в первую очередь четко понимать, что вам нравится, какие у вас способности, способности. И начать в первую очередь стоит именно с того, что называется вашим складом ума. То есть, я имею в виду здесь именно склад ума, какой он у вас, или гуманитарный, или технический. Вот. Вот с этого момента, с этого направления, с этого факта, и нужно начинать искать свое дело. Это первое. Значит, второе. Для того, чтобы вам понимать, значит, кто вы, и понимать, какое ваше дело, ну, и, ну, в первую очередь, иметь в виду смысл. То есть, какой смысл того, что вы хотите делать. Зачем вам, например, свое дело? Для чего оно вам? Если для получения прибыли, это одно, если для реализации вас как личности, это немножко другое. То есть, вот этот момент, целевой аспект вашего вопроса, нельзя ни в коем случае забывать, конечно. Я надеюсь, что вы это достаточно хорошо понимаете. Потому что без этого аспекта, без понимания того, для чего, зачем вам делать то, что вы хотите, вряд ли у вас это получится. Далее, значит, чтобы найти себя. Так вот, тоже очень интересный вопрос. Вы, по принципу, изоперики, наверное, здесь нам его выдаёте. Что значит найти себя? Что есть вы? Понимаете, я бы хотел, чтобы вы тоже вот постарались ответить на этот вопрос. Что есть вы? Кто вы? Если вы говорите о том, чтобы найти себя, то что вы в это вкладываете? В первую очередь, вы. Какое значение для вас это имеет вы? Далее, для того, чтобы найти себя, то есть, именно словами, понять нечто, имеющее отношение только к вам, да, нужно, для этого нужно соблюдать некоторые условия. Какие? Первое и самое главное условие заключается в том, что необходимо прислушиваться к себе. Необходимо быть наедине с собой и иметь время для этого, то есть, я имею в виду время для того, чтобы быть наедине с собой, не бояться быть наедине с собой. Это очень важный момент, без которого всё остальное не имеет смысла. Если вы не можете быть с собой наедине, то вряд ли у вас что-либо получится вообще. То есть, если вы всё время кому-то должны, если у вас всё время есть какая-то ответственность перед кем-то и за кого-то, то, ну вот, я не очень, не знаю, забеременели вы или нет. Кстати, для чего вам беременность, то, что вы спрашивали в разделе в разделе эзотерики, тоже интересный момент. Для чего вам эта беременность, что вы через неё хотите для себя получить. Это тоже очень важный на самом деле момент. Потому что, ну, одно дело, если у вас проблемы с здоровьем, это, соответственно, можно и нужно решать. И совсем другое, если у вас проблемы вообще немножко другого характера. То есть, я имею в виду, если вы хотите для беременности, хотите ребёнка, вам вникает вопрос, для чего вы хотите ребёнка, что вы от него сделаете, что в него вкладываете и так далее. Это, как вы, наверное, я надеюсь, поняли уже очень важный момент. Значит, насколько вы можете быть наедине с собой, боитесь ли вы быть наедине с собой, бываете ли вы наедине с собой и так далее. Вот это тоже, тоже очень важный аспект, если мы с вами говорим именно о поиске себя. Далее идёт следующий момент. Это доверие себе. Доверие своим желаниям, своим переживаниям, своим чувствам и так далее. И, соответственно, анализ этого. То есть, есть ли у вас доверие к себе? Если есть, почему вы к себе не прислушиваете тогда? То есть, что-то мешает извне. Если нет доверия к себе, то почему нет доверия к себе? Что, опять же, мешает вам это делать? Что мешает прислушиваться к себе? Вот эти все тонкости, их нужно разбирать. И найдёте вы себя и своё дело только тогда, когда, во-первых, будете находиться наедине с собой, будете доверять себе, учиться прислушиваться к себе или просто прислушиваться к себе, если вы уже это умеете. И, по сути дела, больше внимания уделяете именно самой себе и своей уверенности. Потому что, если вы не доверяете себе, то можно говорить о том, что вы в себе не так-то сильно уверены. А на это есть определённые причины. И именно про эти причины я и хотел бы, чтобы вы как следует подумали. Идеальным вариантом, конечно, для вас будет поработать с психологом на эту тему. Ну, просто помещировать, знаете, просто помещировать о вас, о том, чего вы вообще хотите, о ваших желаниях. Потому что, вот, когда человек говорит про поиск себя, про поиск своего дела, это всегда про личностную сферу. А личностная сфера, она, знаете, в нашем обществе, в нашем мире, она, как бы, приветствуется. Но при этом зачастую очень тяжело её как-то вот даже не углядеть, а тяжело её именно сохранять, если вы понимаете, о чём идет речь. Вот. И именно потому, что вам, вы забыли о том, кто вы, и вы просто-напросто потеряли себя. Потеряли кто? Вы потеряли себя, да? Потеряли свою личность. В какой-то момент забыли о себе ради кого-то. растворились в ком-то. То это быть тоже черта вашего хайфера. Это тоже определённая социальная ситуация. И с ней нужно разбираться. Потому что вы не просто так, например, себя потеряли, вы не просто так в ком-то растворились, вы не просто так начали забывать себя. И вам и что-то двигало. Вот я бы и хотел, чтобы вы определили, что именно вам и двигало. Что именно заставило вас забыть о себе. И действовать ради кого-то в ущерб, опять же, себе. И когда будут даны ответы на эти вопросы? Когда вы будете знать на них ответы? Или когда хотя бы начнёте двигаться в сторону поиска этих ответов? Я думаю, понимание того, что ваше и какое ваше дело, оно придёт однажды само по себе, то только лишь это вопрос времени, по сути дела. Вот. Ну, ещё можно вам сказать то, что, в принципе, сами вы вполне можете справиться с этой задачей. Вот. Конечно, будет тяжело, но вы сможете по делу. Быстрее, эффективнее и полезнее, без риска вреда вам, это было бы, если бы вы воспользовали помощь психолога для этой цели. Вот. Но это, опять же, решать только вам. Я просто думаю, что если у вас появится желание, желание пробовать, то каждый из нас будет рад вам помочь. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались вопросы, пишите в личку, пожалуйста, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.